Всем добрый вечер! Сегодня салат, как я обещала. Я делаю его на годовщину нашего с мужем знакомства. Он любит такой салат. Я купила микс зелени, хамон, груша, киви, сыр для гриля халуми, поджарила кедровые орешки и будет заправка. Насчет заправки я пока сомневаюсь, чем я буду заправлять. Попозже как соображу, чем буду заправлять, так и покажу. В общем, сейчас мы пожарим сыр, помоем зелень и начнем собирать салат. Кстати, думала, что сыр не соленый. Но он такой, достаточно соленый. Достаточно соленый, как сулугуни. Поэтому салат солить не будем. Вот так вот порежем на брусочки. Я вообще люблю этот сыр обмакнуть в яйцо, в кунжут и обжарить на сковородке. Это очень вкусно. Но сейчас у нас другой рецепт. Подождала, пока стечет лишняя жидкость. Я, конечно, такой салат люблю с одной руколой. Муж любит микс. Поэтому тут и рукола, и микс. В общем, вот так. Половинку киви. Пока половинку я порезала. Половинки. Но она такая, достаточно, как крыжовник. Не особо кислая, но кислинка имеется. Хотя я приготовила лимонный сок. Ну, прям сок лимона. Подкислить салат. Но думаю, он подкислится вот именно этим киви. Так, пока жарится там у меня сырочек. Груша. Груша оказалась достаточно жестковатой. Ей бы, конечно, денечек полежать, чтобы она была мягонькой. И я поэтому ее вот такими вот нарежу полосочками. Хотела на терке на этой, на большой плоской натереть. А потом думаю, да ладно, я ее и так вот. Она сладкая груша, но немножко жестковато. И полосочками вот так вот будет очень даже хорошо. Так, у груши вполне достаточно. Мы ее так вот салатиком немножко там ее закопаем. Хамончик можно прям вот так вот порвать. и выложить вот такими вот типа розочками. Но надо небольшие кусочки, потому что он тоже солоноватый. Поэтому небольшими кусочками, чтобы много соли как таковой не было. Ну, я думаю, хамона достаточно будет. Достаточно двух кусочков. Все-таки я полью немножко лимонным соком, потому что киви там не так много. Ну, вот буквально вот. У меня вот это вот пол чайной ложечки. ложечка, очень маленькая. Маслом польем вот с трюфелем. Надо оливковым или виноградной косточки. Но, увы и ах. Поэтому чуть-чуть трюфельного. Вот так вот немножко. Для аромата. Сюда очень будет вкусно вот соус Наршарап. Очень вкусно. Но я не могу открыть бутылку. Я бьюсь, бьюсь, и мне не открыть. Поэтому польем вот таким вот бальзамиком. Он и кисленький, и сладенький одновременно. Вот так вот. Сделаем вот такую вот решеточку. Сверху пожаренный сыр. И посыпаем кедровыми орешками. Это очень-очень вкусно. Фрукты можно взять любые. Очень вкусно с инжиром, с виноградом, с хурмой, с дыней. Этот салат я обозвала дорого-богато. Хотя тут всего по чуть-чуть не так уж и дорого. Пока.